Привет зритель! Хоть меня никто не просил, но меня несколько дней подмывало записать, что я беру с собой в дорогу. В общем я расчетверила свой этот дезик из вчерашнего ролика и уберу его в итоге вот в пакетик. Ну пока вот так положу. Долго я думала брать на собой дорогу какую-нибудь помаду или цветной такой за губ. Ну как я себя знаю, обычно в путешествиях я в итоге забываю и пользуюсь просто гигиеничкой. Вот сейчас на мне просто гигиеничка. Ну это у нас тут красное яблоко и фрашерский бальзамчик. Он у меня на чуть-чуть уже поюзанный. Тут нигде ничего не ясно. Ну короче в общем обычный бальзам для губ. В этот раз это и фрашер. У меня вообще в сумке валяются несколько другой фрашерский крем, но он пахнет ванилькой. Вот сейчас тепло когда и эта ванилька ну очень термоядерно пахнет. Зимой она как-то не так сильно. Видимо надо им пользоваться или когда так прохладно и дождливо, когда этот аромат сыгревает и не дает так нос дико. Или когда-то так. В общем в итоге я решила взять с собой крем. И тот и другой подарки от моей зрительницы Иры. В общем и фрашер это у нас лимитка уже наверное может быть лимитка может не лимитка. Короче наверное все же лимитка. Крем для рук, мандарин, димон и кедр. Он густой очень, плотный такой. Я поняла что. Я не помню каким он был изначально. В общем но по консистенции он мне сейчас напоминает бальзам для тела, который был в предыдущих пустых баночках от Ифроше. Тоже кстати был этот подарок от Ирки. В общем он густой, его надо побольше выдавить, но что-то он мне как-то сейчас импонирует. Им можно при желании и пятки помазать, потому что крема для ног у меня нет. Ну помимо того самопального, но я им как бы пользуюсь редко дома и вообще когда вспомню и там такой состав, что можно его при желании переделать потом на какой-нибудь отзыв наклеили. Вообще делик восковой. В общем вот. Крем у меня был в сумке валяться. Тут у нас что еще. Ну в духе я всегда с собой какие-нибудь маленькие беру. Я думала какие-нибудь свеженькие, но у меня из маленьких флакончиков только Неролька Ифрашевская, потом парочка каких-то духов от Мэри Кэй и еще одна Минька Ифрашевская. Асмантус на Турели. Дарила мне его Лёлька из Тюмени. Вот тут вот столько осталось, где-то одна треть. Если фоном какие-то вопли и свист, то это у нас ну какие-то совершенно очень гиперактивные дети. Тоник, который я сейчас отлила из вчерашнего обзора моей косметики. Тут у нас отвар цветов розы и лотоса и эфирное масло розы. Сюда взяла, потому что я им сейчас довольно так вот часто пользуюсь. Ну у меня тут это мыло. Я тупо не знаю как там будет. Ну конечно там как бы обещается мыло и шампунь, да, но фиг знает мою кожу. Как бы на случай, если вдруг моя кожа скажет, ой мне сухо, ой мне не очень сухо. В общем мыло. Ну это пробник. Вообще может его в сумку тоже закину. Так вот, чтобы открыть, достать и все. И беру я с собой 60 мл флакончик шампуньки. Гринмамовской свиженкой. Она, кстати, вроде как у неё ГОС тот же самый, 2020 года, но такое ощущение, что консистенция слегка изменилась. Она более густая, более гелеобразная и за счёт этого более экономичная. В общем, я тоже пищевую плёнку утрамбовала, так запечатала. Возьму с собой, потому что тоже, ну, не всегда там бывают такие шампуни, что они как бы настроены на все типы волос. Иногда бывает, что так, что помыл, что не помыл. В крайнем случае, что там я буду, 8 ночей и уделаю, не уделаю, но обратно привезу. Так, у меня тут пенка для умывания с чайным деревом. Я половинку перелила от Эйвен, которую мне подписчица Лёлька дарила. Это было, да, когда типа, что ты хочешь, хочу такое, и мне подарили внезапно. Обычно, когда меня спрашивают, что ты хочешь, 90%, а потом, ну, я говорю, ну, мне неудобно, но в итоге говорю, меня из клещами из меня вытягивают, что хочу. А потом делают вид, что они ничего такого мне не писали и знать меня не знают. Короче, а это вот тот редкий случай, когда спросили, ибо потому что именно хотят сделать приятное, выразить свое спасибо моему творчеству. И вот подарили. Короче, я вот перелила, и она хорошая очень. Очень просто, ну, как бы, я сейчас редко пенкой пользуюсь, у меня там корейская стоит от бывшего зрителя Влада. Я не знаю, может, он, конечно, из-под тяжка меня еще смотрит, только признака жизни не подает, хрен его знает. Ну, в общем, я то умываюсь, и то нет. А в поездках вот тут тоже фиг знает, как вода придет на кожу, и все-таки я решила, что пенка должна быть. Потом слегка, я тут что-то простудилась. Вот в этой баночке у меня масло кокоса, парашют. Я почитала, что оно хорошее средство для загара. Я сначала думала, купи какое-нибудь средство для загара, но я помню, что пользовалась стабильно гринмамовскими, но гринмама давно уже не выпускает эти средства для загара. Какие-то еще как-то, ну, не знаю. Я в хорошее тоже как-то не помню, покупала ли я когда-нибудь хорошее средство для загара или против обгара, скажем так, почитала, что кокосовое масло вполне себе перед загаром можно юзать. Плюс на тепле оно становится жидким. Когда наливало, ну, соответственно, наливалось и было жидким, ну, сейчас вот оно беленькое. По-моему, 80 мл бутылочка. Еще флакончик. Тут у нас гель алоя вера, аля ферм. Как раз та самая корейская фирма, которая на зоне покупала. Я тоже отлила немножко с геля алоя вера, потому что, ну, мало ли там вместо крема использовать, увлажнить кожу лица, мало ли так чего после геля для душа, после душа вообще использовать, как лосьон за тело или там что-то увлажнить, или вдруг меня какое животное, в смысле растение, в смысле насекомое. А мало ли там какие комары бывают, вдруг будут случайно где-нибудь, покусая, так вот помазать. Ну, как бы, да даже если вдруг я случайно умудрюсь обгореть, то тоже. Хотя я собираюсь там как бы дозированно полдня максимум на этом пляжике, водичке, и полдня изучать территорию, в те свободные дни, которые без экскурсии. А экскурсии у нас два дня, уже ближе к уезду. Ну, вот этот, в общем, вот для ногтей, потому что когда я, уже вот как у меня, март, апрель, май, третий месяц, они уже нормальные стали, ноготочки, но я что-то их не красю, ничем, ни прозрачным лаком, никаким. И вот воском удобряю, который, в принципе, при желании можно как бальзам пользовать. А вот дальше, тю-тю, зритель. У меня на днях отпрыгнула крышечка, когда я её закрывала зубной пастой этой корейской. И так отпрыгнула, что только кот в лучшем случае, когда я свалю от скуки, может её найти эту крышечку и поиграть ей. В итоге я решила, думаю, как и без крышечки с собой тащить пасту. Я в два контейнера положила. Они под какой-то крем предназначены, вроде как, эти контейнеры, но... В общем, одну баночку я оставлю в косметичке. Это, кстати, косметичка, кажется, от... Да, это Элизабет Арден, я когда-то заказывала себе набор. Там был гель для душа с какими-то медовыми гранулами, крем, значит, для тела и сама туалетная... А, да, грин-ти. На клубнике, кажется. Потому что тут даже вот Элизабет Арден, ещё это верёвка, такая вот как бы кисёмочка, верёвочка, фиг знает, есть. На ней как раз подписано. Ну, в общем, а вот это положу, она поменьше, с собой в сумку. В поезде зубки-то тоже надо чистить. В общем, кажется, всё. Вот что я беру с собой. Ну, там ещё будет перекись водорода, аптечка, всякое такое. В общем, всем спасибо за просмотр. Ну, и всем пока! Пока!